Дебаты открытого общества Дебаты открытого общества второго сезона Сегодня определяются победители А я напоминаю вам, уважаемые телезрители Что именно вы решаете, кто победит в финале и во всей телепередаче дебаты открытого общества Разрешите мне представить сегодняшних игроков Представителей ведущих университетов Кыргызстана, наших спикеров В команде правительства сегодня студенты Академии государственного управления При президенте Кыргызской республики Султанбек Арбеков и Ильяс Нурмамбетов В команде оппозиции сегодня студенты Американского университета Центральной Азии Марлен Алишев и Тагай Алимбаев А кто победит во втором сезоне дебатов открытого общества Решать именно вам, уважаемые телезрители А сделать это можно следующим образом Если вы считаете, что в сегодняшнем финале победила команда правительства Академии государственного управления при президенте Кыргызской республики Отправьте короткое сообщение с кодом 06 на номер 3535 Если вы считаете, что победила команда оппозиции Американского университета Центральной Азии Отправьте короткое сообщение с кодом 01 на номер 3535 Для финала нашей телепередачи мы хотели выбрать близкую спикерам тему Но не менее актуальную в разрезах всей страны безопасности и актуальных вопросов современного мира Каждый солдат мечтает стать генералом, а каждый будущий солдат мечтает откосить от армии Шутят сегодняшняя молодежь Мы сегодня хотим обсудить, как должна выглядеть современная армия Кыргызстана Таким образом, тема финала дебатов открытого общества Эта палата считает, что обязательная служба в армии должна быть отменена А помочь разобраться, кто победил сегодня в нашем финале дебатов открытого общества Помогут судьи-эксперты нашей телепередачи Разрешите мне их представить Постоянный судья нашей телепередачи Координатор Бишкекского дебатного центра Биг Султан Рустамов Международный чемпион по дебатам Эльвира Калмурзаева Начальник управления призыва Министерства обороны Керим Алиев Арстанбек А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали временной регламент Будет таймкипер нашей телепередачи Салтанат Уристемова Уважаемые телезрители, я вместе с вами замерла в ожидании этого финального раунда Можем начинать? А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашается премьер-министр Ваше время 4 минуты Вопросы на первой и последней минуте запрещены между приветствуются Здравствуйте, дамы и господа Меня зовут Илья Снерманбетов Точная резолюция звучит, как эта палата считает, что обязательная служба в армии должна быть отменена Итак, что такое обязательная служба в армии? Это законодательно закрепленная обязанность граждан с оружием в руках воевать за свое государство И нести бремя военной службы в рядах вооруженных сил Итак, какая сегодняшняя наша позиция и о чем мы сегодня спорим? Сегодня мы спорим, не нужна ли нам армия или нужна Мы сегодня спорим, какая армия должна быть, профессиональная или призывная И сегодня мы выступаем именно против призывной армии Итак, статус-кво На сегодняшний момент наш военный бюджет составляет 30 миллионов Что сравнительно немного, сравнив с тем же Узбекистаном, Казахстаном Где военный бюджет составляет 1,4 миллиарда Сегодня в год призывается около 5000 человек призывников 51 тысяча человек каждый год входит в призывной возраст Но при этом как бы отправляется 5% человек в призыв Это где-то 10% молодежи уходит в армию 15 тысяч человек ежегодно проходят альтернативную службу Первый наш аргумент говорит о правах человека Мы считаем то, что обязательная служба в армии нарушает права человека Базовые права человека И это как бы является отменой прав Почему? Во-первых, потому что это принудительная служба То есть человека не спрашивают, хочешь ли ты служить или не хочешь Его заставляют идти в армию, даже если он не хочет Человека лишает жить возможности так, как он хочет на 1 год То есть он теряет полностью свою свободу И право выбирать то, как он хочет жить Он должен нести наказание, он должен нести какие-то повинности Которые в гражданской жизни считались бы совершенно несуразными И ошибочно это принимается за патриотизм Хотя реальный патриотизм предполагает то, что ты приносишь пользу Родине Но по сути это является своего рода таким рабством Которое тебя принуждает служить кому-то Нет Мы считаем то, что это является отменой права на жизнь Потому что здесь говорится о том, что жизнь человека принадлежит как будто государству И государство в любой момент может потребовать Пожертвовать своей жизнью ради этого государства Мы считаем это неправильно Давайте говорим вообще о современных методах ведения войны Сегодня современные методы ведения войны предполагают то, что у государства Теперь не решает не количество войск, а решает их качество Решает техническое оснащение войск Поэтому мы считаем то, что нам нужна профессиональная армия Нам нужно сократить количество войск, которые мы сейчас имеем И распределить эти ресурсы на профессиональную армию Давайте поговорим о геополитике Кыргызстан сегодня мирная страна, ни с кем не собирается воевать Нам не надо ни на кого нападать Единственное, нам надо защищать свои территории И для того, чтобы быстро защитить свою территорию Нужны такие войска специального назначения, которые могут быстро отреагировать Которые хорошо оснащены, которые могут быстро, мобильно куда-то переброситься и так далее То есть нам не нужно большое количество, чтобы отражать каких-то оппонентов Потому что, во-первых, на нас никто не собирается нападать А даже если кто-то решит на нас напасть, какая-нибудь Америка или Россия или Китай То мы просто своей армией, хоть мы все население призовем мужское, мы не сможем себя защитить Потому что решает, опять же, я говорю, не количество людей, а именно техническое оснащение армии На примере Германии мы видим то, что Германия обладает, у них нет армии, у них есть только спецназ В количестве полторы тысячи человек И им хватает это для того, чтобы защищать свои границы и вести еще войну в Афганистане И участвовать в миротворческих операциях Про профессиональную армию хочу сказать то, что меньшим количеством мы добьемся большего качества Мы считаем то, что в армии должны служить профессионалы Люди, которые сознательно выбирают эту профессию Люди, которые заканчивают специальное военное училище и сознательно идут и развиваются как военные Наверное, наши оппоненты будут говорить о том, что один из недостатков профессиональной армии заключается в том, что там большая утечка кадров Но мы считаем то, что это есть хорошо Чем больше людей уходят, которые считают, что это не их дело Чем остаются только те люди, которые реально привержены этому делу, которые реально хотят развиваться и хотят жить как профессионалы в этом деле И также я хочу сказать о том, что военные профессионалы, у них лучший военный дух И не будет таких случаев, как, например, военные побросали оружие в революции 2010 года И это оружие досталось мирному населению И как бы не будет вот таких вот вещей Поэтому на этом я хочу закончить Спасибо большое Я готов к прекрасным вопросам Здравствуйте, господин Ильяс Здравствуйте Насчет армии Германии, да, когда вы говорили, что у них всего лишь там есть спецвойска А знаете ли вы, что после Второй мировой войны у них есть запрет на обладание атакующими войсками? То есть это у них вынужденная мера у Германии иметь? Но при этом им это не мешает воевать в Афганистане Отряду КСК и отряду ГСГ как бы для защиты своих собственных граждан воевать как бы за пределами страны Поэтому те же самые функциональные обязанности она выполняет Понятно А насчет того, что нам нужна очень маленькая армия Хватит ли этой армии, допустим, если водный конфликт, который происходит сейчас с Узбекистаном, разовьется не в лучшем качестве Что тогда получится? Хватит ли этих там 15 тысяч человек, о которых вы говорите, там суперпрофессионалов, которые смогут удержать всю эту армию? Давайте о статистике сначала поговорим 12 тысяч у нас как бы работает в Министерстве обороны, ну считая солдат, генералов и так далее 8,5 тысяч у нас сухопутные войска и 5 тысяч призывников Мы считаем то, что где-то 2 тысячи человек, 3 тысячи человек хватает для того, чтобы защитить границы Потому что, опять же, как я говорю, решает не количество войск, а то, как они оснащены На примере войск американских каких-то спецназовцев, мы можем видеть, как они количеством отряда 50-100 человек могут отразить атаку тысячи человек Вы случайно не путаете компьютерную игру с реальностью? Что в действительности, когда имеется малое количество войск, они практически всегда обречены на гибель Потому что даже в случае технической оснащенности 90% погибших на войне погибает из-за пуль Давайте посмотрим на примеры Ливии, когда армия США вообще не вторгалась в Ливию И когда она смогла полностью деморализовать армию, уничтожить просто военные техники Спасибо Уважаемые телезрители, отличная новость Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org Запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org За команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде ru.adb.org, ваш портал в мир дебатов А для произведения своей конструктивной речи приглашайте лидера оппозиции Ваше время 5 минут, вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются Добрый день, уважаемые телезрители, я представитель команды оппозиции Мы сегодня выступаем за то, что воинская служба в нашей республике должна быть обязательной В первую очередь давайте обратимся к тому, что было сказано нашими оппонентами И все, что было сказано нашими оппонентами, по сути дела, оно нелогично Почему? Во-первых, они говорили про права человека, что мы должны уважать права индивидуума, его свободы Но при этом, уважаемые дамы и господа, мы не должны забывать, что мы живем в демократическом обществе В котором благо общества, оно на самом деле стоит намного выше блага индивидуума То есть, в случае, когда стоит выбор, что лучше выбрать благо для общества, в данном случае безопасность для Кыргызской республики Либо свободы и права индивидуума, мы считаем, что в данном случае государство может пожертвовать правами свободного человека Пример тому, да, элементарный Вот каждый из нас должен платить налоги, государство заставляет нас платить налоги А для чего оно это делает? Для того, чтобы обеспечить некую социальную справедливость в нашем обществе Для того, чтобы у нас богатые не становились богаче, а бедные не становились беднее И в данном случае государство заботится о стабильности в нашем обществе Чтобы финансовое состояние каждого индивидуума, оно более-менее было равным То есть, этим самым мы обеспечиваем стабильность в нашем государстве В данном случае работает та же самая схема Государство должно обеспечить безопасность для нашего общества И для того, чтобы обеспечить эту безопасность, мы должны пожертвовать свободами и правами отдельных личностей, уважаемые дамы и господа. Это в рамках демократического общества, и это правильно. Второе, о чем наши уважаемые оппоненты говорили, о том, что нам не нужно большой армии, нам нужна маленькая, но качественная армия. Уважаемые дамы и господа, давайте не будем уходить в облака и судить о том, что мы могли бы обеспечивать такую профессиональную классную армию, как в Германии. Давайте обратимся к реалиям. Что у нас происходит в Кыргызстане? Вы знаете, что дефицит бюджета Кыргызской республики составляет 20 миллиардов сомов. О чем это говорит? Это говорит о том, что государство на самом деле не может само себя обеспечить. И в данном случае наши оппоненты предлагают еще и платить нашим солдатам заработные платы. Сможет ли сделать это государство? Мы считаем, что на данном этапе государство не может обеспечить наших солдатов жильем, социальным обеспечением, заработной платой. То есть в реалиях нашего государства это невозможно. А если оно и это сможет сделать, то оно будет очень некачественным. Во-вторых, если наше государство не сможет обеспечить этих солдат, то стоит уже вопрос, а будут ли эти солдаты у нас? Скажем так, человеку наступает 18 лет, ему дают право. Идешь ты в армию, тебе будут платить, у тебя будет жилье, скажем так. Или ты не пойдешь в армию. Конечно, да, в реалиях нашего государства, когда зарплата мизерная, как бы человек не пойдет в эту армию. То есть, следовательно, стоит вопрос, а будет ли у нас в армии в будущем? Мне кажется, что огромное количество людей, они не захотят идти в армию. И поэтому в нашем государстве стоит угроза существования самой армии. И, а если у нас не будет армии, да, команда оппозиции сегодня задается вопросом, а если количество людей, которые идут в армию, их будет мало, что же у нас произойдет? А нужна ли нам эта армия? Нам кажется, что эта армия нужна, потому что Кыргызстан находится в особом регионе, где безопасность играет очень важную роль. Вы знаете, что недавно у нас был конфликт на таджикско-кыргызской границе, да? Такие же конфликты у нас часто случаются на узбекско-кыргызской границе. И в этих случаях нам нужны эти солдаты хотя бы для того, чтобы авторитет Кыргызстана перед этими государствами, он был, да, чтобы с нами считались, уважаемые господа. А в случае, если у нас будет контракт на армию и солдат будет мало, то элементарно эти государства перестатут с нами считаться. Во-вторых, вы знаете, что американские войска НАТО, да, они скоро выезжают из Афганистана. То есть, опять же, стоит вопрос национальной безопасности, стоит вопрос сохранения границ нашего государства. А если не будет армии, если не будет тех людей, которые идут сейчас, да, если государство не сможет их обеспечивать и платить им достойно заработные платы, да, то опять же, стоит вопрос, а сможем ли мы защитить свое государство в будущем. И поэтому я считаю, что в данных реалиях Кыргызская республика должна обязывать молодых людей идти в армию и защищать свою родину. Спасибо большое. Я готов к перекрестным вопросам. У меня есть к вам несколько вопросов. Вы сказали о благе общества, то, что каждый индивид должен приносить благо этому обществу. У меня к вам вопрос. Можно ли благо общества приносить только через военную службу, или есть, наверное, другие способы приносить благо обществу, как бы? Я согласен с вами, что благо общества можно приносить разными путями. Но при этом, в данном случае, мы должны говорить о том, что стоит вопрос о безопасности целого государства, да, и государство в каких-то случаях, да, должно идти ради безопасности целого государства на жертвы свободы и прав отдельного индивидуума. И в данном случае нам кажется, что это оправданно. А как вы относитесь к суицидам в армии? Это вообще нормально? Мне кажется, это абсолютно ненормально. Это уже отдельный вопрос, скажем так, да, какая обстановка у нас стоит в армии. Но мы задаемся вопросом, а нужна ли нам эта армия, стоит ли ее реформировать, да, в данном случае. Нам кажется, что... Я с вами согласен, что это ненормальная ситуация. Понятно, спасибо. И также вы говорили о финансовом состоянии, то, что нам надо, как бы, у нас дефицит бюджета и так далее, и так далее. Как вы думаете, когда у нас много человек просто на обязательной службе никак не приносит службу, ой, никак не приносит какую-то пользу финансовую, когда они могли работать, там, заниматься бизнесом, как-то развивать страну. Вот эти вот солдаты, которые просто на иждивении сидят у государства, как они могут финансовое состояние нашего улучшить? Мне кажется, вы очень ошибаетесь, говоря о том, что это солдаты, бездельники сидят у себя там в казармах и ничего не делают, да. На самом деле эти солдаты несут очень важную социальную роль в нашем государстве. Они защищают наше государство от внешнего вторжения, да. И при этом они еще обеспечивают авторитет нашему государству. Никоим образом нам нельзя говорить о том, что эти солдаты есть иждивенцы, что они живут за счет государства. Они должны жить за счет государства, но при этом они защищают наше государство. Это очень важно. Спасибо. Я не говорю о том, что солдаты иждивенцы, я говорю о том, что количество войск, оно слишком большое. То есть вместо 5 тысяч, 8 с половиной тысяч, мы могли бы иметь 2-3 тысячи, и этого нам хватало бы. Вы знаете, мне кажется, что 10 тысяч – это тоже мало. В данных реалиях, когда мы являемся некой территорией, где очень много конфликтов, конфликты с Узбекистаном, с Таджикистаном, с Афганистаном, да, не дай бог они могут случиться. Нам нужны эти солдаты, и чем больше этих солдат, тем лучше. Понятно. А как вы относитесь к тому, что у нас, когда были Оржские события, у нас войска, которые на юге, не смогли завести танки и БТР, и из 50 вертолетов, которые мы имеем, туда полетело только 5? Мне кажется, вы, во-первых, поднимаете совсем иную проблему, во-вторых, вам нужно понимать разницу между внутренними войсками и войсками, которые защищают наши границы. Спасибо. Спасибо большое. А для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы, как уже было сказано, говорим о том, что обязательно ли каждому гражданину страны, которому годник в военной службе, служить в армии. Или все-таки армию лучше создать на добровольной основе, или превратить его в профессию. То есть защищать страну – это профессия. На то, что мой оппонент сказал. Права человека было сказано, что ради блага общества можно пожертвовать правами как одного индивидуума. Но, как вы знаете, каждое общество состоит из индивидуумов. И благо каждого индивидуума – это благо общества. Если определенные права одного индивидуума нарушились, то дальше уже пойдет по цепной реакции. И в целом в ближайшее время мы придем к тому, что права всего общества будут нарушены. И таким образом мы не должны запускать цепную реакцию и нарушать права одного человека. И самое главное – мы должны беречь права ради блага как всего общества, так и ради блага каждого его составляющей ячейки. Дальше. Что было сказано про качество лучше количества? Было сказано, что дефицит бюджета составляет 20 миллионов, и государство не может финансировать вот эту армию, профессиональную армию. Нет. Мы знаем, что государство не может финансировать, поэтому мы предложили создать армию на добровольной основе. Как вы знаете, когда мы создаем армию на добровольной основе, количество численности армии снижается в 2-3 раза, что приводит к освобождению средств и увеличению средств, выделенных для армии в 2-3 раза. Если какая-то страна, Америка или какая-то страна, или какая-то африканская страна нападут на нашу страну, то, дорогие друзья, Кыргызстан входит в ОДКБ, в организацию договора коллективной безопасности, в которую входит Россия, Китай и так далее, в которых есть определенная армия, которая сможет защитить. Также о чем можно было бы сказать? Было сказано про... Оппозиция может сказать, что это как бы мужской долг, долг человека защищать родину, но долг женщины родить детей. Но в данном случае никто женщину не заставляет, никто женщину к нему не прожжетает. Она может родить девушек, родить детей тогда, когда она захочет, или может не рожать их вовсе. При том случае, что воспроизводство населения намного важнее, чем ее защита, ведь в конечном счете мы можем прийти к такому случаю, когда защищать уже будет некого. Поэтому мы ратуем за то, чтобы армия стала профессиональной, и чтобы армия стала качественной, ведь один... Даже если взять пример, то если каждый из наших солдат будет таким сильным, как Шварценеггер или как Саллоне, то он сможет один бороться с 10 или 20 афганскими террористами, которые вооружены простым автоматом Калашникова 45-го года. Спасибо большое. Для произнесения своей конструктивной речи приглашается член оппозиции. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Спасибо за предоставленную речь. Меня зовут Тарай Алимбаев, и я сегодня представляю команду оппозиции. Сегодня мы будем говорить, что нам нужна армия по призыву, что каждый мужчина должен иметь возможность держать оружие в руках и должен отстаивать честь своего государства в случае военного конфликта. Что же говорил сегодня у нас Султанбек? Он говорит, что каждое общество состоит из индивидуумов, и счастье каждого индивидуума, соответственно, является счастьем всего общества. Но, как говорилось, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую армию. И если завтра солдат другого государства зайдет ко мне домой и заберет у меня все мое имущество, у меня просто-напросто не будет прав, которые я смогу обеспечивать. Мы, как государство, должны обеспечивать свой суверенитет. И если у нас не будет армии, через которую мы будем обеспечивать этот суверенитет, то другое государство, другая армия будет нарушать наши права. Далее, насчет того, что армия на добровольной основе, и что таким образом наше правительство собирается сократить бюджетные расходы и больше тратить на профессиональную армию. Но давайте посмотрим, что такое профессиональная армия. Это контрактники. Для контрактников нужно строить гарнизоны, для контрактников нужно выплачивать зарплату, им нужно строить жилье. И, соответственно, траты увеличиваются в разы, в отличие от солдат, которые сейчас у нас. Насколько я знаю, сегодня на солдата стратится около 60 сумм, если я не ошибаюсь. То есть вы не сможете сопоставить вот эти размеры, то, что тратится каждый день на одного солдата, и что будет тратиться на каждого контрактника. И эти суммы абсолютно не совпадают. Вам придется находить еще средства, которые вы не сможете найти как правительство. Далее. Наше правительство говорит то, что во всем мире не ведутся массовые войны, что вот так уже нету больших войн, как было во Второй мировой войне. Но, как мы видим, конфликты в Сирии, конфликты в Ливии, они показывают, что всегда требуется масса людей, которые смогут воевать. Даже тот же самый конфликт в Чечне показал, что малое количество людей, как Ельцин в 95-м году, если я не ошибаюсь, отправил майковскую бригаду на то, чтобы погасить конфликт в Чечне. И из 20 тысяч человек выбрались из Грозного, по-моему, около 5 тысяч. Потому что было малое количество людей, малое количество техники. И, соответственно, поэтому армия России проиграла в этой Чеченской войне в тот момент. И, соответственно, мы видим, что сегодняшние конфликты, они также требуют большого участия солдат, большого количества солдат. Далее. Говорилось то, что мы входим в ОДКБ, и, соответственно, наша безопасность обеспечивается армией России, Китая и так далее. Но посмотрите вообще, по сути, для чего создаются эти политические организации или военные организации. Они создаются, когда одной стране по геополитическим нуждам нужно создать такую организацию. То есть, если завтра ситуация поменяется, и Российской Федерации не нужен будет Харкестан, то они просто-напросто нас уберут из этой организации, и у нас уже не будет той самой защиты. Мы всегда должны ратовать на себя, мы всегда должны уповать на себя, что у нас всегда должна быть своя возможность защищать своих граждан. Далее говорится, что в нашем государстве вообще нет никакой потенциальной угрозы, что никто нам не угрожает. Но давайте посмотрим на заявление Ислама Каримова в 2011 году, когда он сказал, что водные ресурсы в Центральной Азии, проблема водных ресурсов может решиться военным путем. И это говорит о том, что уже президент соседнего государства говорит, что он может напасть на нашу страну. Разве это не есть прямая угроза для Харкестана? Также наше правительство забывает, что армия США в 2014 году выходит из Афганистана. И что талибская угроза? Это не 10-15 солдат, которые перейдут нашу границу. Это будут тысячи вооруженных до зубов, обученных военных людей, которые смогут перейти нашу границу и сделать угрозу для нашего государства. Далее, насчет того, что очень много говорилось насчет революции, что вот наши солдаты брали, взяли и бросили оружие. Но вы путаете внутренние войска и армию. Это абсолютно разные вещи. Армия никогда не вмешивается во внутренние конфликты. Так же, как это произошло, допустим, на Украине всего неделю назад. Армия не вмешивалась. Внутренние войска, как Беркут, ввели какие-то там боевые действия и так далее. И, соответственно, здесь идет речь о совсем разных вещах. И наша оппозиция, к сожалению, путает вот эти абсолютно разные вещи. Соответственно, мы сегодня ратуем за то, что мы должны иметь армию на обязательной основе. И каждый, как каждый гражданин Хрысской республики, так же, как должен уметь читать и писать, должен уметь держать оружие в руках. Спасибо большое. Настало время аналитических речей. И для произнесения своей аналитической речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Анализируя сегодняшнюю игру, можно сказать одно. Команда правительства сегодня, к сожалению, проиграла. Сегодня были очень интересные ключевые точки, в которых мы спорили. И мы сегодня смогли доказать, что благо общества на самом деле намного выше благо отдельного индивидуума. Почему? Потому что без наличия безопасности внутри государства, которое обеспечивает наша армия, наши солдаты, наши индивидуумы не смогут обладать другими правами. То есть безопасность является базовой составляющей того, чтобы индивидуумы обладали своими другими правами. Правами свободы, выбора и тому подобное. И сегодня поэтому команда оппозиции утверждала, что безопасность целого общества – это намного выше и важнее безопасности отдельного человека. И мы должны жертвовать свободами 18-летнего парня ради того, чтобы целое общество, целое государство жило в безопасности. Следующая точка столкновения сегодня была экономическая тема. Мы сегодня задались вопросом, сможет ли государство, в случае, если мы перейдем на контрактную основу, обеспечить этих контрактников? Сможет ли оно нам платить, строить дома, обеспечивать социальную безопасность, да, скажем так? Мы пришли к выводу, что оно не сможет. У государства на данный момент огромный дефицит своего бюджета. Государство не может само себя обеспечить. И в данном случае наши оппоненты, они еще и предлагают увеличить эти расходы. Это элементарно неосуществимо. То есть уже на этой точке, да, мы можем говорить о том, что то, что предлагает наше правительство, оно практически невозможно к реализации. Следующий момент, о котором мы говорили, о том, что ситуация, которая есть у нас в Центральной Азии, да, то есть мы сегодня задались вопросом, а нужна ли нам эта армия вообще? И наши оппоненты сегодня утверждали о том, что на самом деле нет крупных войн, что не требуется огромного количества войск, и Кыргызстан может жить и с тремя тысячами солдат, да. Но при этом мы утверждаем, уважаемые дамы и господа, и мы настаиваем, что Кыргызстан живет в таком регионе, где количество войск, оно решает очень многое. Мой коллега привел отличные примеры высказываний Ислама Каримова, да, то есть потенциально уже стоит какая-то угроза войны. И при этом армия, она может даже и не служить неким, скажем так, то есть в данном случае количество, оно играет даже для того, чтобы обеспечить некий авторитет, для того, чтобы эти страны, они считали с нами, да, для того, чтобы Ислам Каримов перед тем, как говорить какие-то вещи, он подумал, какая же армия есть у Кыргызстана, сможет ли она нам противостоять, да. То есть именно для таких вещей количество армий тоже очень важно. Следующий пример, о котором мы говорили, о том, что американские войска скоро уезжают, то есть опять же нам нужны солдаты, которые будут защищать. Мы говорили о том, что у нас есть очень много конфликтов на границе с Таджикистаном, и это все ведет к тому, что количество войск, оно очень важно. И также мы сегодня упомянули о организации ОДКБ, о котором говорили наши оппоненты. Они говорили о том, что у нас есть ОДКБ, и зачем нам свои войска? Ну, давайте, как бы, я не знаю, каждый день думать о том, что нам кто-то поможет, нам кто-то что-то сделает, да. Мне кажется, команда оппозиции на этом настаивает, что мы должны надеяться на свои силы. Если у нас не будет своих войск, да, то мы не будем знать, что будет завтра, что произойдет, если мы не сможем защитить наше государство. И сегодня команда оппозиции, опять же, настаивает на том, что воинская служба должна быть обязательной, и мы должны защищать свою безопасность. Спасибо большое. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Здравствуйте еще раз, дамы и господа. Так, давайте поговорим вообще, откуда в нашу страну пришла именно призывная армия. Она пришла к нам от Советского Союза, от Красной Армии, когда было состояние холодной войны, когда как бы угрожала нам реально война, и когда все готовились к войне, и все ее ждали. Сегодня, как мы уже сказали, войны такой мы не ждем, и сегодня методы войны, ведения войны, они изменились. Даже если мы призовем все население, мужское население Кыргызстана, если у нас не будет нормальной подготовки, если это люди будут по принуждению работать, и если они будут непрофессионалами, то мы ни от какой угрозы вообще не сможем защититься. Это первое, о чем мы говорим. Палата оппозиции сегодня говорит о том, что каждый мужчина должен отстаивать честь своего государства, мужчина должен держать оружие в руках. Но мы уже сказали, что отстаивать честь своего государства можно и через другие способы. Например, человек, который занимается бизнесом, который занимается спортом, который занимается какими-то делами, он может продвигать страну гораздо сильнее и гораздо больше приносить пользу этому же государству и честь его держать и так далее. Сегодня уже на войне не средневековье, когда люди только делали, чтобы воевали. Сегодня нам нужны специалисты, экономисты, юриспруденты и так далее. То есть сегодня нам нужны не военные силы в основном, а для того, чтобы экономически продвигать страну, нам нужны специалисты. Армия, конечно, при этом остается нужной. Но мы здесь сегодня утверждаем не о том, что армия вообще не нужна. Мы сегодня говорим о том, что армию нужно сократить и сделать профессиональной, чтобы мы смогли защитить сами себя. Так, смотрите. Также, кстати, говорят, что армию не привлекали в конфликт 2010 года, когда у нас был. На самом деле армию привлекали, потому что ввели военное положение, призыв и так далее. И в 2013 году рассмотрели закон, по которому теперь армия может привлекаться для решения внутренних конфликтов. Также сегодня говорят о угрозе Афганистана, угрозе со стороны Узбекистана и так далее, и так далее. Смотрите, мы не говорим, что нам не надо от них защищаться, но мы говорим, для того, чтобы нам защититься от этих самых талибов, от этого самого Узбекистана, нам нужна профессиональная армия, которая не бросит оружие, когда на нас нападут. Сегодня мы состоим в ОДКБ, и это очень важный фактор. Сегодня Узбекистан обладает 50-тысячная армия, которая способна на нас напасть, конечно, и нас разрушить. Но именно то, что мы входим в ОДКБ, а Узбекистан не входит, как раз таки нас защищает. Нам нужна та армия, которая сможет нас защитить, которая сможет поддержать нужное количество, пока не придет военное подкрепление. То есть вот это то, что нам нужно. Если у нас будет армия призывников, которая сейчас, она просто разбежится. Как был военный призыв, скажем, в 2010 году, никто не пришел практически на этот самый военный призыв. Поэтому нужны профессионалы. Сегодня в армии есть дедовщина, при которой люди совершают суицид и так далее. То есть происходят ужасные вещи. Министерство внутренних дел зарегистрировало 255 военных преступлений в 2013 году. То есть это совершенно недопустимо, поэтому военные реформы нужны. Также к нам поступает огромное количество нового оружия, новой техники. Но за техникой надо ухаживать. Как вы можете ждать от призывника, который вообще не знает, как нужно управлять ракетными войсками, как нужно управлять каким-то вертолетом, как он может за ним следить и как-то поддерживать его нужным боеспособным состоянием. Как можно от этого ждать от человека, которого принудили воевать. То есть мы сегодня считаем то, что армия нам нужна и она должна нас защищать, но эта армия должна быть профессиональной. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за эту игру. Спасибо за... Кстати, поздравляю с тем, что вы вышли в финал. Но на самом деле игра мне не сильно понравилась. Я не считаю, что это была игра уровня финала, да, на самом деле. Я скажу почему и объясню все то, что я думаю сейчас. Во-первых, мои комментарии по отношению Палаты правительства. Вот вы начали очень хорошо, да, то есть начали заявлять о каких-то ценностях, о позиции, да, о том, что мы будем сегодня сравнять призывную и профессиональную армию. Но при этом ваши аргументы, они не являются прямыми, да, прямыми, которые защищают вот эту вот ценность того, что вы защищаете профессиональную армию. Что касается Палаты оппозиции, я совершенно согласен с тем, что вы начали требовать от Палаты правительства, почему вот в разрезе трех этих причин, да, то есть это безопасность, почему безопасность важнее, чем все остальные права, потому что безопасность является тем, как раз таки, тем основным гарантом всех остальных прав. Второе насчет того, что дефицит бюджета тоже вынужден с вами согласиться. На самом деле, если мы говорим про какие-то профессиональные войска, если мы говорим про армию, которая будет содержаться за счет государства и будет, будут вообще полное обеспечение, то, соответственно, нам нужны соответствующие деньги. Но по словам Палаты оппозиции, то, что вы не опровергали, не говорили ничего, никаких комментариев не дали, то есть то экономическое положение, которое у нас сейчас есть, не позволяет все-таки нам ввести те ваши предложения, которые вы предлагаете. Я думаю, что это большая проблема, потому что если вы говорите какие-то конкретные механизмы, конкретные предложения, то, соответственно, у этого механизма не должно быть каких-либо преград, особенно если это касается денежного характера и таких больших вопросов. И насчет геополитической ситуации, то, что очень хороший был аргумент со стороны оппозиции насчет авторитета и насчет суверенитета на самом деле. Потому что наличие такой армии, наличие количества армий все-таки создает тот авторитет, который необходимо учитывать, потому что тогда, когда внешние вообще, внешние наши враги задумываются о том, действительно, не попробуют ли напасть на Кыргызстан, к примеру, да, то, естественно, они начнут задумываться о количестве армии, о качестве армии и обо всем остальном. И я не думаю, что здесь вопрос должен был стоять о том, насколько количество, ну, то есть вот это соотношение количества и качества, как, например, в экономике, то, что оно соответствует при том разговоре, когда мы имеем в виду армию. Я считаю, что в армии должно быть и количество, и качество в соответствующей мере. Спасибо большое за игру. Команды, опять еще раз поздравляю вас. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. Ну, я хотел бы остановиться, вот, например, команда правительства, да? Команда правительства, вот, они затронули хороший вопрос, но не доказали, что они могут содержать профессиональную армию. Если они доказали бы, как они будут содержать, тогда это действительно их вот эти вопросы решились бы. Но оппоненты, по-моему, они четко знают про армию, и что мы должны, и мы что имеем. Поэтому они доказали свое, что должны иметь всеобщую воинскую обязанность. И поэтому я, скорее всего, поддерживаю товарищей оппозиции. Спасибо. Добрый день. Спасибо большое за игру. Я поздравляю обе команды с выходом в финал. Очень хорошая, интересная игра, несмотря на комментарии предыдущих коллег. Я бы немножечко сказала бы то, что не хватало того, что правительство должно было раскрыть военную доктрину, наверное, скорее всего. Потому что у каждой страны существует своя стратегия, да, есть свои тактики. Для какой-то страны действительно необходимо, чтобы воинская обязанность была обязательной. Для кого-то она должна быть призывной. Но Франция живет прекрасно с профессиональной наемной армией, да, допустим. И по поводу, насколько права человека уместны были в воинской обязанности, да, это вызывает у меня большой вопрос, потому что военное дело — это немножечко другое. Мы знаем, что там дисциплина, устав являются конституцией военных. И здесь, вот, мне кажется, исходя из этого, нужно было продвигать свой аргумент. А так, я думаю, что те идеи, которые были предложены правительством, они очень сильные. И вот несколько пойнтов, которые затронула оппозиция, да, по поводу расходов на содержание армии, тоже я считаю очень сильным аргументом. Просто очень хотелось бы, чтобы вы доказали то, что вот эта наша ситуация, которая сейчас есть, то есть обязательная воинская служба, она действительно эффективна. Потому что все дебаты, которые мы здесь обсуждаем, все сходятся к тому, что мы должны выбрать самый эффективный способ защиты государства, национальной безопасности и так далее. Спасибо за игру. Уважаемые телезрители, мы ждем ваших СМС в пользу команды правительства или команды оппозиции, по вашему мнению. Также интернет-голосование состоится на нашем сайте ru.idba.org, где после всех подсчетов мы объявим победителя второго сезона дебатов открытого общества. А я прощаюсь с вами, хочу сказать, продолжайте дебатировать. Редактор субтитров А.Семкин